100 тысяч человек, более 5 тысяч организаций и 530 единиц техники. Ся эта армада принимала участие в борьбе с мусором в рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке города. Сегодня его итоги подвели в мэрии на совещание с хозяйственными руководителями. Работы проделано много, но уголков города, где-то порядка еще очень далеко, по-прежнему достаточно. Подробности далее. Самой масштабной битвой за чистоту по традиции стал общегородской субботник. 18 апреля порядок наводили почти 40 тысяч челнинцев, работники предприятий, за которыми закреплены различные участки. Но нашлись и такие, которые на закрепленную за ними исполкомом территорию даже не наведались, а некоторые за два месяца не навели чистоту даже у себя под носом. В основном предприятия торговли не выбирали даже прилегающую территорию. Это сеть магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Рынок Орбита», «Ресторан Макдональдс», «Эль Кафе», «Транстик Сервис», «Банный комплекс «Тюльпан». Мне хочется понять вообще позицию руководителей, которые, еще раз говорю, в городе живут, работают. И на обращение местных органов власти вяло реагируют или вообще не реагируют. Сегодня нужно оперативно пригласить, понять. И к концу дня я прошу меня проинформировать. Особое внимание в этом году уделили состоянию кладбищ. Каждое из шести также было прикреплено к той или иной организации. С их территорий в общей сложности вывезли 78 КАМАЗов мусора. Но действующая и самая крупная молодежная при этом не сильно преобразилась. Закреплены предприятия «Римдизель», «Пак», «Инвест», «Иншат», «Автоцентр КАМАЗ». Кладбище молодежное является действующим. И из-за большого потока посетителей мусора на территории этого кладбища очень много. Поэтому этим предприятиям совместно с МУП «Горкоманхоз» предстоит постоянной работой. В ходе двухмесячника привлекались к работе коллективы учебных заведений. Студенты и школьники принимали участие в экологических акциях. Так для детей из 50-й школы буквально пару недель назад организовали на берегу КАМА особый урок, в ходе которого ребята провели тут уборку. Но уже сегодня все вернулось на круги своя. Побережье КАМА на центральной набережной могло бы претендовать на звание одного из самых красивых мест в нашем городе. Чего только стоит вид, который открывается отсюда. Но живописную картину портит мусор, который разбросан здесь буквально повсюду. Челницы, которые часто бывают здесь, особенно жители соседних комплексов, негодуют. И считают, что давно уже пора за эту проблему взяться по-взрослому. Ужас. Да, свиньи одни гуляют. Когда убрано, там уже рука не поднимается что-то выкинуть. А если это все по чуть-чуть, по чуть-чуть делается, каждый раз накидывают, накидывают, накидывают. Поэтому если в раз не уберут, то, не знаю, будут продолжать. Отдельная строка в описании ситуации с благоустройством – стройплощадки. Зачастую на них игнорируют элементарные правила. Например, не везде и не всегда проводят мойку колес грузовиков, которые выезжают на городские дороги. На нескольких застройщиков были составлены протоколы. Артем Сморкин, Элинар Мустафин, Андрей Буслаков. РНТВ. Набережные Челны.